Всем привет, меня зовут Маша. Я люблю рисовать, и если вы здесь, то вы, наверное, тоже любите рисовать, но есть такие вещи, которые убивают эту любовь к рисованию или могут убить. У меня собралось таких вещей аж пять. Но если есть какая-то цель, например, быть популярным художником, то между вами этой целью ни один из этих пунктов, о которых я сейчас расскажу, стоять не должен. Конечно же, эти пункты, наверное, неизбежны, хотя бы один из них, но нужно как-то найти в себе силы и не поддаваться им и не сдаваться. И если вы сталкивались или столкнулись с чем-то еще, помимо всего того, что я сейчас расскажу, то напишите об этом в комментариях. Было бы круто сделать вторую часть на эту тему, чтобы другим было легче, узнав, что есть кто-то еще с такими же проблемами. И как ни странно, первый пункт — это учеба. Причем это обучение не в художной школе, хотя и там тоже такое может быть, а именно в институте или в колледже. Потому что творческие профессии — это одни из тех, которым нужно посвящать всю свою жизнь и нужно сразу вливаться. Вообще, большинство после школы мало понимают, чем хотят заниматься всю свою жизнь. Для меня до сих пор непонятно, как можно, допустим, 16 лет решить. То есть ты живешь всего 16 лет, ты закончил школу с горем пополам, выучил какие-то там предметы, основы. И после 16 лет своей жизни ты должен понять, что ты хочешь быть художником или врачом или еще кем-то. В этом возрасте обычно идешь туда, куда тебя вообще берут, в принципе, и что тебе может быть как-то интересно на данный момент. Но мало кто думает о том, что будет потом. И есть большое заблуждение многих людей о том, что рисовать это очень легко, что это хобби, что у меня ноль знаний по другим предметам, поэтому я пойду учиться на художника или дизайнера, сиди целый день и рисуй. А потом, спустя какое-то время, таких людей либо отчисляют, либо они потом сами отчисляются. На 80% предметах, которые есть в институте или в колледже, нужно либо рисовать, либо чертить, и потом, приходя домой, делать то же самое. Продолжать это делать до глубокой ночи, а утром все заново, все по кругу начинается опять. Однажды я совершила большую ошибку, заболев. Я пропустила очень важную тему, там рассказывали, как рисовать голову, и оставшиеся два года мы рисовали гипсовые головы. Потом людей, и пропустив эту тему, все последующее время для меня было, так скажем, нелегким, потому что я совершенно не понимала, что я делаю. Мне приходилось потом дома сидеть и самостоятельно что-то изучать, но мне было так мало лет, и не было какой-то конкретной цели в голове, чтобы просто начать изучать какую-то тему, которую я пропустила самостоятельно. Плюс ко всему, какая учеба без долгов? Ну, короче, как говорится, тяжело в учебе, легко в бою, поэтому после защиты диплома мысли о рисовании у меня просто вызывали какой-то стресс. Это довольно частое явление, и, к сожалению, так бывает тоже. Но вы не пугайтесь, я не хотела никого напугать, просто так бывает, но не всегда и не у всех. Я к тому, что это нужно пережить и как-то спокойнее ко всему этому относиться. Потому что я сама очень переживала из-за учебы, я знаю, что многие другие переживают из-за учебы, но все не так страшно, как кажется. Отсюда вытекает и второй пункт, это преподаватели или учителя, которые вас обучают. Казалось бы, что эти люди, это люди, которые должны нести знания. У них не должно быть какого-то личного отношения к каким-то определенным ученикам, наоборот, которые там у них есть любимчики, или те, кого они очень не любят, или они ненавидят всех. Последнее тоже бывает, я с этим столкнулась, так что я знаю, о чем говорю. Так что не стоит забывать, что преподаватели тоже такие же творческие люди, и у них есть свои особенности, и они могут вести себя странно. Некоторые могут унизить, оскорбить просто потому, что вы недостаточно делаете что-либо хорошо. Есть те, которые не говорят об этом открыто, и случается такое, что происходит безмолвное давление, но вы это чувствуете на подсознательном уровне, что человек к вам как-то не так относится. И столкнувшись с подобными личностями, приходит понимание, что вам с ними нужно провести еще не один год учебы бок о бок. Что этот человек, который тебя тихо ненавидит, вы преподаватели, тебе нужно от него получить знания, что-то у него спрашивать. В конечном итоге, к этому предмету, который он преподает, может вообще вся любовь исчезнуть, даже если вы, допустим, любите живопись. Учились в художественной школе, это был ваш самый любимый предмет. Когда вы столкнетесь с такой личностью, она просто может вас на 180 градусов развернуть от того, что вы любили делать всегда. Я очень надеюсь, что если вы пойдете куда-то учиться или вы учитесь, у вас не будет таких людей среди преподавателей или их нет. Но если вдруг они есть или будут, не воспринимайте их близко к сердцу, вот и все. Эти негативные персонажи просто не должны влиять на ваш творческий путь. Третий пункт может частично отнестись и ко второму, но это люди, которые тебя окружают. Это родственники, друзья или те люди, которые важны для тебя. Случается такое, что они просто не верят в то, что ты делаешь. Опять же, многие считают, что рисование это не так серьезно и есть какое-то более важное занятие, есть какая-то более важная профессия, более полезная. И тебе лучше заняться ей, а не вот этими вот рисуночками. Рисование это что-то непонятное, ну типа да, я в детстве рисованием занимался, а ты что, до сих пор еще рисуешь? Как ты не по возрасту уже тебе, так что давай, завязывай и занимайся чем-то серьезным. Четвертый пункт, который может разрушить любовь к рисованию, это само рисование. Рисование себе в ущерб. Ты рисуешь каждый день очень много, пытаешься ежедневно прыгнуть выше головы, познать что-то новое, например, новую технику. И пытаешься освоить все очень быстро, максимально просто по срокам. И постоянно рисуешь с утра до ночи, каждый день все начинается по кругу заново. И в какой-то момент наступает перенасыщение. Ты перестаешь понимать, зачем все это нужно. Для кого-то это может называться перегоранием, арт-блоком, в общем, как угодно. Не нужно убивать самим в себе же желание заниматься любимым делом. Это нормально взять паузу хотя бы один день и посвятить этот день тому, чтобы подумать о том, зачем я все это делаю. И хотя бы в голове у себя разложить все по местам и перестать беспорядочно пытаться успеть все сделать и научиться одновременно. Последний пятый пункт, это негатив от чужих незнакомых людей. Я говорю о том, что многие боятся делиться творчеством в интернете. Может быть, кто-то начал это делать, а в итоге стали появляться какие-то негативные комментарии, злые языки. И это же желание выложить свои рисунки в тот же самый инстаграм откладывается на какие-то неопределенные сроки. Однажды, когда у меня только появился айпад, я решила нарисовать одну блогершу. Тогда я считала, что мой рисунок просто, я не знаю, гениальный. И после того, как она выложила этот рисунок у себя, стали под ним писать комментарии о том, как же он ужасен. Я была как-то, ну как, почему? Я его вижу идеальным. Почему кому-то он кажется не таким, как вижу его я? Вот, в принципе, на том все могло и остановиться в моем случае. Но не нужно бояться делать то, чего ты хочешь. Я, конечно, говорю о законных вещах. Так вот, не нужно бояться просто потому, что кто-то что-то может написать, а кому-то это может не понравиться. Ты не знаешь этого человека, он не знает тебя. И почему тогда его мнение должно вообще тебя задевать настолько, что ты можешь бросить дело в свою жизнь? Ты не знаешь этого человека, он не знает тебя лично. Тогда почему вот его какое-то мнение должно тебя настолько задевать, что у тебя могут закрадываться мысли о том, что может быть рисование и правда это не мое. И все люди объективны и видят картину так, как она есть. Есть люди, которые просто хотят задеть, потому что чувствуют, что он сам не настолько хорош. И получив под своим комментарием какую-то поддержку единомышленников, испытывает какое-то облегчение, что ли. И, конечно же, с себя тоже нужно снимать розовые очки и делать какие-то выводы. Если критика имеет место быть, чтобы стать лучше, возможно, поблагодарить человека, что он заметил ошибку. Потому что люди не всегда оставляют критику только потому, что они хотят тебя задеть. Возможно, они хотят тебе помочь, потому что как ни крути, со стороны всегда виднее. В общем, последний пункт я могу просто целую вечность раскручивать, пора остановиться на вот этом. Да, повторюсь, что делитесь еще какими-то пунктами, если они у вас есть. И я надеюсь, что ты подпишешься на мой канал. А если уже подписан, то не отписывайся и ставь лайки и пиши, пиши комментарии, самое главное. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и всем пока!